Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 октября, Православная Церковь совершает память Святой Первомученице Равноапостольной Феклы. Святая Первомученица Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать Святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник Святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла кузнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиске пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Ее мать в иступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвелось пламя костра, ореолом окружила мученицу и не коснулась ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши христианина отыскала апостола Павла. Святой апостол и его спутники, среди которых был и святой апостол Варнава, укрывались в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую Деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к двум быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутями. Но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил. Велик Бог христианский! Сам правитель устрашился, уразумев, наконец, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла, святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии и Саврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу. Церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посигнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому крещению. Не раз враг рода человеческого пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей. Но сила Божия всегда хранила верную рабу Христову. Когда святая Фекла была уже девяностолетней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безмезно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю и раступилась гора и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Святая Церковь прославляет первострадальную Феклу, как жен славу, наставницу страдальцев, отвершую всем мучения пути. Издревле ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде святым равноапостольным Константином. Имя святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех подвязающихся, поминается при пострижении женщин в монашество. Итак, мудрая дева стала невестой жениха небесного и с пламенную любовью последовала ему, стремясь к нетленному жениху своему. Она таяла, как воск, так что на ней сбылось реченное Давидом. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Фекла была так восхищена беседой Павловой, что три дня и три ночи совсем забыла о пище и питье, и о покое телесном. Как некогда Мария, которая села у ног Иисуса, помышляла об одном лишь Боге, так и Фекла питалась только Словом Его, ибо в Священном Писании сказано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих». Постараемся и мы в своей жизни давать пищу не только для тела, но и для души, ибо Господь говорит нам, «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает и я в нем». Поскольку евхаристическое единение с Богом и со всей полнотой Церкви в таинстве причащения тела и крови Христовых есть единственное условие для подлинно духовной жизни и для нашего спасения. Всех, кто в крещении носят имена святых Владислава, Василия, Андрея, Павла, Виталия, Сергия, Спиридона и Феклы, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам мир, тишину, благоденствие, здравие и спасение. Многое вам и благая лето! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»